итак представим себе что это зимняя груша тут отрезать отрывать нельзя начинать отрывать это выше обычно они твердые обычно они трудно отрываются и обламывается вся плодушка вот это плодушка то есть груша хранится можете в новый год ее кушать а плодушка уничтожена и больше урожая не будет а теперь писаем такую картину человек подходит дерево у него же написано вот как допустим жигулевская это мой любимый сорт король моего сада те кто видел крыша едет да вот когда когда-то в лучшие годы было 30 40 ветер с дерева и вот получается как причем крупных не мелких и вот человеку можно запасить на зиму а у него в своем справочнике написано есть съемная зрелость так вот есть потребительская зрелость и получается как ждать пока упадет она до нового года только долежит все потом используется надо рвать а как рвут вот так рвут вместе с плодушками или если все-таки отрывается вот это вот это место нижнее вот соприкосновение с плодом тогда долго не лежат я уже в отчаянии люди не знают что они уничтожают будущий урожай а вы знаете у нас же деревья подносится обычно на приросток 2 3 года также на свежих то нет на свежих тоже плодносит но обычно 2 3 года и вот они оторвав яблоко или грушу уничтожают всю плодушку а потом а дерево прекрасно плодуется а потом целый год нет положения они гадают нет нет плодов на подкормим подкормим а нам еще год надо восстановить эти плодушки а это одна из причин так называемого периодического периодичности плодоношения отношения и что мне сказать что с ней делать нужно собрать хотите сохранить отрезать посередине вы хотя бы так или поближе все-таки к спелости но опять же хоть хочется в марте в апреле покушать это противоречие не устранимая тогда еще два варианта сахар или больше кидай дальше а если по простому садите деревьев побольше с одних для зимнего хранения или как я же делал как вот у меня получилось первое многолетний опыт он заключался в следующем вот теряется у меня на этом прекрасном дереве бирочка а их всего три нарядных эпимус двух я беру черенки надо развиваться помните эти годы перестроечные где железов работал уволить завода двух садиках на полставки по три тысячи рублей а свободно от этого времени я работал в саду и вот и тут была потеряна бирка это дерево достигло предела а те два дерева с которой черенки брал их уже давно нет живых вот и тогда я только начал обращать а это предание старины глубокой тогда я начал обращать внимание что такое то по всем наукам а у меня же этих попало я вот на вебинаре у меня завтра друзья это очень важный момент фактически продолжение этой темы почему сейчас поймете а что такое вебинар каждую неделю четвертый год я провожу вебинары так они особые завтра будет сто двадцать первый это не считая до этого тоже были вебинары знаете хотя бы какую-то систему имеют и вот на этом вебинаре понедельник 16 часов по москве вот я буду рассказывать продолжение этой темы почему потому что человек которого я чуть не назвал начинал называть там дебилом вместо того чтобы называть его другим словом долбая вилом вот потому что он рассказывает что как выбираем ветку те дерево становится плодовите итога и долга и долга жителям эту ветку она еще дольше живет понимать определяется жизнь эту ветку еще дольше тут уж я не выдержал тут уж я вебинар включил и его статью дебильную и свои ответы но подробно как что влияет про гепатогенные зоны я уже не раз рассказывал тут мы только мельком про не сказали и получается так дерево нетронутая вот он долгожитель а тронутые долго не живут а сейчас смотрите и будем заканчивать на вебинаре расскажу подробнее но кроме того чтобы сказать берите ножницы режьте вот тут раз если в последнее дерево или садите дерево побольше одни не трогайте как то а другие пожалуйста чернтисные режьте назовите матовься так временно вопросы оставили так еще что-то хотел объявление сделать там же у меня как сайт и он кто впервые обо мне слышит он называется по-русски если в яндексе набрать или гугли сайт с одного до железа так и там есть главная страница там есть каталоги лучше заказать свежий по черенкам по косточкам по семечкам по учебным фильмам по дискам учебным книги бумажные вот это самое бегая на секунду там увидишь книгу сразу мы же непростые люди а знаете мой круг это вот видите это не мы там сейчас это самое я вам покажу свою книгу это есть наш круг то есть когда-то сказали железов глава секции глава секты вот и вокруг него собрались самые как было сказано самое неграмотное самые невестные люди россии садоводы вот пока это вот к ним это вот смотрите записки зачарованного садовода это есть я ну как бы ненавище рекламы вот дело в том что эта книга еще есть а это уже нету еще немного и той уже не будет а это есть в электронном виде а это есть еще на диске на диске всего 300 рублей бутылка водки книга на диску электронный виде 500 рублей бутылка водки но это только чуть-чуть почище вот это хотел сказать компенсация за мое время и сейчас мы перейдем к вопросам но если позволите я уже быстро быстро нету что-то срочного представляете заставляет вырезать вот эти будущую крону заставляет убирать дикость дебильность такая вот она рано и никуда ты не денешься почему это ветка боковая как с которой мы дерево делали но она такая есть вот тут а значит нарушены все нарушены видите здесь проще всего не хватило дерево выбрасывает будущую крону так мы должны оказывается будущую крону убрать вот зла не хватает ну все я на сегодня порох пощежок осталось только да как называется для вопросов ответа вот может это убрать теперь давайте друзья я вас слушаю друзья уверен что задавайте по очереди задавайте Петр Никанович я у вас внимание мне очень интересно было послушать это есть конечно какие-то моменты но которые требуют у вас есть вопросы у меня у меня я меня слышно Тимур Тимур да да слышно ну есть которые так сказать в моей практике еще недостаточно так сказать встречались не отработанные их еще нужно как говорится изучить но в большей степени я согласен значит с той информацией с тем изложением материала с личными опытами мне просто-напросто значит приятно было послушать вот именно выступление опытника хорошего грамотного во всех и который неравнодушен который наблюдает за тем что происходит в природе с тем что происходит с каждой яблони вот это вот очень ценно вот это ценно поэтому у меня вот здесь вот на верхнем значит показаны цветущие а это совершенно голые а на что вообще слишком поздно распускает это или вообще засохла груша это особенности сортов два сорта которые расположены на двух противоположных сторонах планеты я знаю у меня лесная красавица поэтому они же как я извиняюсь Валерий Константинович с тем что у меня лесная красавица есть и было достаточно этой груши уссурийской груши значит предостаточно мне посылками присылали с Дальнего Востока и несовместимость вот то о чем вы говорили она присуща значит пень у уссурийской груши сантиметров тридцать подходит а у этой сантиметров двадцать и поэтому изменение идет в лесной значит это и переоплений как и того о чем вы и говорите то есть родственных связей тут нет это ясно а вот как раз это вот книга изменчивости вот я понимаю что если вот Авдеев то и говорит и о гуссурийской груши значит и о европейских сортах то здесь как раз есть белковые маркеры значит сходство различия и степень и изучая их допустим тут можно и сказать да из этого получится то есть сарглесимы будут плодовые а в этом случае несовместимы почему потому что природа так распорядилась у меня все я могу ответить вопрос Валерий я очень если очень значит чего я добился совместима следующим образом значит и груша которая чудом зацепилась культурная заушурийскую грушу я тут же это один из моих открытий называется наслоение ментора я тут же на следующий год беру ветку переношу опять на уссурийскую грушу еще получаю урожай опять теперь смотрите что получилось практически не теряя качества есть несколько секретов сегодня не расскажу даже рот не успею открыть как сохранить при этом сладость привая раз за разом опять на ту же дикую абсолютно несъедобную грушу раз за разом а культурная сохраняется это другой вопрос как там анекдоте господин профессор а здесь получается несколько наслоений несколько поколений и теперь обратите внимание я беру веточку со следующего очередного поколения и у нее уже а она дикая из тайги так же как у меня сибирка из тайги и груша и груша совершенно дико а ветка привой насыщена генами этих дикарей сибирки и уссурики насыщена и когда я прививаю заметьте я не подвой получается привой я у меня теперь подвой его принимает совместимость благодаря особой работе по насыщению ментор придумал мячурин назвал наслоение а то не так он назвал насыщение а если нет поколения получается наслоение так же ментор еще раз ментор а особые условия подвои все с одного дерева так чтоб легче привыкали а привой взяты уже совершенно молодого молодого деревца где уже произошло или в данном случае не произошло полной как это называется ассимиляции это долго говорить мы сейчас очень коротко и получается так что у меня результат за несколько лет даже не читая книг Агеева вот даже не читая за несколько лет буквально ну пусть за 10 15 я добился 100% совместимости выкапывает Сергей берем худшие условия выкапывает Сергей сотню однолетних когда не везет про это до двухлетних этих диких груш кладет их мне на стол я делаю 100 прививок хоть лесная красавица хоть кто самая лучшая сорта в мире и наконец перед посадили вот за столом привил тазик постояли немножко в тазике отнесли посадили 100 и 100 практически все доходят до плодоношения есть особые нюансы прививаются прививаются но не получается некоторые саженцы хорошими здесь особый случай уже называется исключение с правил добившись стопроцентной приживаемости это еще не сто процентов качество саженцы ну хотя бы восемьдесят остальные начинают помните эти мелкие все в цвету а он вот такой вот вот такой вот ну это особый случай ну сами понимаете сейчас не поговорим но сделано открытие результат сто проценты вот прекрасные результаты по всей России ну и все что хотел сказать привой работает так что подвой не может и нормальное дерево дикий и плюс культурный это война страшная война это антитела это лейкоциты это уничтожить агрессор уничтожить это было определено именно с груши именно поэтому я здесь поэтому я уже как бы набрался наглости учить других давайте дальше вопросы на старой старой даче есть груша гель лет ну два раза больше чем мне наверное она гликает цветет просто больше чем на пологороду но у нее есть проблема она созревает осыпается и потом гниет вот либо это уже вырожденное дерево которое нужно под топор вот либо может быть что-то с ней нужно сделать а сколько ей лет если скажете какой сорт а сколько ей лет и она году 60 60 60 ну пожалуй привать ее поздно привать ее поздно 60 лет это значит только место занимает я уважаю стариков ветеранов я ее тоже уважаю не мешает она занимается у груш есть одна очень много места очень бурно светет так а что туда меня спрашивать это похоже на Лукашевки это Тимур Марович это похоже на сорт Лукашевки значит это как раз свойственное она бурно цветет очень это плодоносит сильное но при созревании осыпается вот о чем говорил Валерий Константинович море пчел море ос шершней которые там значит пируют на этих на этой падалице это недолго хранится но чуть раньше снятые вот о чем значит Валерий Константинович говорил это и хорошее вино и в лёжке оно лежит мы ведь как привыкли если середина начинает темнеть то это гнильёт ничего подобного это вы попробуйте надавите сок как слеза янтарная такая выступает значит водолёт у меня покойный отец груши такие а пожалуй у меня я когда приезжал он говорит груша привёз он их сосал просто-напросто почему потому что они уже обладали именно всеми вот этими качествами но у неё свойства такие что при полном созревании она приобретает именно это вот такой шоколад это не мной может это что это это что Субтитры создавал DimaTorzok